В сердце тайги, где зима держит в своих ледяных тисках, девушка по имени Аня отправилась в одинокое приключение. Высокие сосны стояли, как древние часовые, их ветви отяжелели от тяжёлого снега. Родители Ани, уютно устроившись в своём домике, прощались с ней, не подозревая, какая опасность подстерегает их девочку. Аня, энергичная одиннадцатилетняя девочка, с пылающими от волнения щеками отправилась в зимнюю страну чудес. Она пробиралась по чистому снегу, оставляя за собой следы. Но в тот день судьба распорядилась иначе. Ветер, завывая в кронах деревьев, разбушевался и скрыл от глаза незнакомые ориентиры. В панике она поняла, что заблудилась, и сердце заколотилось в ритме родового барабана. Снежинки танцевали в воздухе, кружась вокруг неё в гипнотическом вальсе. В тот момент, когда отчаяние уже грозило поглотить её, из метели появилась необычная фигура. Это был Петя, её друг, на год старше и известный своей силой и смелостью. Глаза Ани загорелись надеждой, она поверила, что спасение пришло. Но она ещё не знала, что мужество Пети дрогнуло перед лицом трудностей. Боязнь показаться слабым держала его в плену, заперла правду в его трепещущем сердце. Он не мог признаться Ане, что тоже ничего не знает об их местонахождении. Оптимизм Ани светился в темноте, как маяк, и она взяла на себя ответственность за их выживание. Она собирала ветки и сухие листья, сооружая небольшое убежище среди занесённых снегом деревьев. Её находчивость и стойкость стали для них путеводной звездой в этой коварной ночи. Не зная об этом, лес хранил тайны, выходящие за рамки человеческого понимания. Из глубины леса появилась стая волков, глаза которых светились в темноте, как янтарные фонари. Сердце Ани заколотилось, дыхание перехватило. Но среди первобытных инстинктов волков выделялась загадочная фигура — одинокий волк с глазами, в которых отражалось сострадание, а не голод. Когда стая окружила их, сгустив напряжение, загадочный волк сделал шаг вперёд. Он издал низкий, мелодичный вой, словно говоря на языке, понятном только лесу. По снежному простору прокатилась волна гармонии, заворожив и Аню, и Петю. Не подчиняясь законам природы, волк подошёл к Ане, взгляд его был полон неизменной доброты. Он легонько подтолкнул её, как бы призывая следовать за ним. С трепетом и доверием она сделала шаг вперёд, Петя — за ней. Стая раступилась, как Красное море, пропуская детей вперёд. Они шли за таинственным волком, и его присутствие служило им защитой от опасностей, которые таились в зимних объятиях. Волк вывел их на опушку леса, где буря утихла, открыв путь к цивилизации. Аня повернулась, чтобы поблагодарить волка, но он исчез в лесу, оставив после себя лишь чувство благодарности и удивления. С новыми силами Аниспеты преодолели последний отрезок пути, опираясь на память о благосклонности волка. Когда они наконец добрались до родного дома, Аня обняла встревоженных родителей, по щекам которых текли слёзы облегчения. Она рассказала о своей необычной встрече, о волках, которые её не тронули, и о таинственном волке, который стал её спасителем. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok